анбоксинг называется вот опять у нас в ходу новый волшебный аппарат кстати такая красивая инструкция все не по-русскому написано хотите читайте хотите нет по-русскому есть в интернете а на сайте у них выложено это все аппарат бог вот бокс сейчас шнурик длинный явно не китайского производства потому что китайцы блин это самое шнуры всегда у них короткий в режим уже вошел вот она наша ямка нянка такая но не остренькая противная она ну все будем снимать можно вздулась ну как мы видим вмятина не выпрямляется сейчас покажем остаток как донышко было острая так там и есть да она уменьшилась да она поменьше стало вот но увы джонни разрешили людям было понятно вот она самая донышко так сказать да мятинка поднимается выходит на фабрике видно было на этом самом доме я понимаю ты смотри прогреет что было видно 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 что у кого все и я убегаю чтоб не мешаться и вот плавными движениями так сказать разбивается мятинка опять поднимается опять опять и вот так много циклов проходит и в итоге вмятинка можно сказать сама сама ликвидируется но это все далеко не так так что кто думает что этот волшебный аппарат на вмятину навел стрельнул попал и вмятины нет это все ребята из области фантастики вот мы видим эту вмятину с ней надо долго и упорно нянчится опять же кто не соображает лучше не брать в руки этот аппарат то есть получается это как утюгом гладим 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 пока не выгладим там белье там или что мы гладим также здесь мятинку потихонечку потихонечку раскрываем то есть практически выворачиваем потихонечку вмятину при помощи нагревания вот и весь так сказать фокусы все это чудо техника но опять же все это хорошо никогда не мешает взять и намазать нюшлевскую клипсочку взять ее поставить и и и и и вот она у нас мини лифтер есть подождать и смыкнуть выдернуть наружу все уже замерзла нет еще чуть-чуть понятно да ты его там настроил чтобы он соответствовал дрынь во и что она сказала не хочу или хочу ну так ничего не видно а вот так будет ну так ничего не видно а вот так будет провален туда стал как вулканчик и жирным вулкана является это дно ямки и опять же так потихоньку потихоньку пробиваем и выворачивается металл куда как надо опять подъем и и и и и и и опять выворачивание клеем вот и так еще раз еще раз еще много-много раз покажем на прошел час уже 11 час ночи а вмятинка вот еще не побеждена так вот поэтому надо понимать что просто так ничего не делается продолжается эпопея эпопея опять грибы может быть все таки попробовать держать обратно молотком выворачивает то посильнее я целью тем литером вот такой вот упертый попался этот самый у нас градинка летела издалека и прилетела мы решили дернуть эту вмятинку вот она красавица я покажу вот для ориентира служим сюда спичку уже как бы сравнимы размеры но все равно еще она заметна на машине как маленький желтый грибок себя поведет оправдает наши надежды или нет мы потерялись как у него терпения нету на эти вещи поэтому вмятина попалась с острым дном если бы ее конечно можно было бы коварнуть крючком мы уже за нее давно забыли но чудес не бывает и поэтому с этой вмятиной как говорится отгребается по полной программе ну это опять же к тому что как люди просят снимите процесс работы все вот пожалуйста смотрите уже практически можно сказать полтора часа вот одна вмятина полтора часа еще она не готова хотя там уже она сравнима там с размером спичечной головочки вот да надо то клей жесткий но у нас же всегда так то свисток не работает то акула глухая да вот дергайся вот следующий заход опять же тянется тянет потянет вытянуть не может сейчас посмотрим чё получилось вот что у нас получилось такая шишечка вулканчик вулканчик еще надулся опять потихоньку потихоньку пробивается это все дело думает что это взял на вмятина на ю вот смотрите и думаете готовы ли вы так работать как это все легко и просто и быстро делается трах бах и готово это только языком это только языком так можно легко и быстро вот тут уже как бы уже поднадоело всем но вариантов нету ну что продолжается ой-ой-ой-ой где-то время между тем идет поставили мы новый грибок модный с дыркой у нутри мы идем чина раз попробуем что он дернет поменяли клей на которой вот на черный он будет чуть чуть посильнее тянет посмотрим ну чё давай же не дергаемся ну что огонь сейчас посмотрим вывернут он держит ну давай отклеим наружу тянет а нутриянку не будет не интересно секрет сейчас сюрприз будет потянула давай посмотрим да ну вот такая вот вот такая красота все разу положу до сравнения вот это вот острая ямка зараза дно вот она уже как бы видно хотелось бы его пару раз ударить и все уже спичная головка как бы больше а тем не менее все это видно и надо устранять продолжается ремонт получается вот работа на готовом тут подправить еще чуть-чуть и здесь пока клей стынет время идет уже 11 как бы все хочется получше получше сделать и чтобы не деревьев двери они будут в двух апостасях будни пдрщиков называется будет и там и там все успеть все сделать попробуем вот такая вот хрень получается между тем время пол двенадцатого у нас продолжается бой ямку не победим ямку не хочу и не буду все меньше и меньше здесь приклеена жесткость вот или какая то хрень вот я думаю что ее надо просто напросто подрезать мастику еще я подрезал с этой стороны вот тут мастику и сразу веселей пошло и ковыряться и все остальное так это пыль 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 петенком залез все самое интересное здесь напрягается а вот там дальше образуется как вмятинка ямка то есть металл натягивает там но ничего получится вот что у нас получается вот такая вот картинка вот начинают жены нас искать нас разыскивать начинает вот это вмятина вот это вмятина зараза вот чё ей не медся она еще глубокая аж звездец то есть хотя ее только под микроскопом видно Время, время, цигель, цигель, айлюлю, глаза уже на лоб лезут, а мы один хер дубасим, и она все меньше, с собакой и меньше, так, дубанная вмятина, все меньше и меньше тут артефакты есть небольшие еще, можно и потом чуть-почуть доделать по чуть-почуть потом забивать я последний не хочу, мозги у меня не варят Жень, да бросай ты вину на фиг, а такие ребята, если выруем меня остановить будем до утра Завтра будет день, будет пища Так вот, послесловие по вот этому прибору чудесному значит, все бы это хорошо, но не все вмятины с помощью него можно сделать быстро и эффективно вот мы встряли на этой вмятине, да, она была сложная, острая, как бы специально оставили, вот, потому что там по ряду причин сложилась вот такая обстановка во-первых, там двойной, а то может и тройной металл в том месте, как бы говорил о том, что клеем такую тягать я знаю, что можно полдня тягать и нифига не сделать ее толком, вот, ну, есть, конечно, мнение, что вот если есть какой-то там спецклей супер-пупер-дрюпер, вот, он там все вытаскивает ну, я скажу, что я пользуюсь обычным клеем турецким, вот, Акфиксом вот, и, в принципе, меня устраивает когда надо мне там посильнее потянуть я беру там, допустим, китайский клей вот, он более жесткий, или там, кстати, вон он наш Зубр вот, он тоже из этого же разряда есть у меня пачечек парочку, вот, лежит на всякий случай на подхвате там его много не надо, как правило ну, даже его мы пробовали все равно выковырнуть маленькое это дно у нас не получилось вот, в итоге я уже плюнул, ну, смысл себя и, как говорится, товарища мучить вот, все равно, да, это можно было, может быть, к утру мы или попадали были, ямка сама, наконец, сдалась ну, смысл уродоваться, там, несколько часов и, в общем-то, ну, так, положа лапу на сердце, можно сказать, зря вот, потому что ямка все меньше и меньше, но уменьшалась она как бы очень-очень мало вот, мы просто очень сильно вымотались и толку нет так вот, речь о том, что это, как бы, продолжение вот этой эпопеи с модным этим прибором я скажу так, что, опять же, не все он делает не все с помощью его можно делать, но самое главное самое главное им надо уметь работать и вообще, надо уметь работать а вот так, ребята с улицы берут, покупают потом растерянные, что за хрень мы же он видели в интернете раз им провел и вмятины нету и все красиво вот, такого не будет это я вам однозначно говорю бесполезно вот, на такое надеяться не надо вот, сейчас я этот фильм доделаю и вот это с вот этим послесловием выложу, чтоб люди поняли вот, а второй момент прежде чем такие дорогие покупки делать надо еще десять раз поехать посмотреть где им работают в конце концов попросить дать попробовать вам нет, значит, опять же, есть такие услуги как вот такой же аппарат дают в наем отдайте там полторы две тысячи вы потеряете попробуете получилось у вас тогда делайте вывод что да, мне этот аппарат необходим и я его куплю хоть в рассрочку там, хоть как нет значит, попробовали не получается все, привет значит, надо включать тормоза вот, опять же я опять же свое мнение высказываю я его никому не навязываю потому что, сколько людей столько и мнение опять же один взял крючок и сделал вмятину на раз просто человеку богом дано а другого можно учить вот, и он будет делать очень плохо свою работу поэтому вот на такой ноте праздничной завершаем обзор по хот-боксу я думаю смысла снимать и задавать вопросы по хот-боксу больше нет вот, мы будем следить за видеозаписи от Тимура Тимхак вот в ютубе известен он под таким, так сказать ником вот он будет выкладывать свои работы по китайскому прибору который вот он купил и будет тестить вот я думаю всем будет интересно с этим я думаю с обсуждением уже пора заканчивать уже всем все стало понятно во всяком случае из моих видео все всем спасибо пока-пока до новых встреч